всем привет сегодня хочу рассказать о баночках которые мы делали с вами летом у меня есть на канале вот этот вот салат если вы помните у меня я показывала двухлитровую банку и рядом показала вот эти баночки которые в начале прошлого года делал но в начале лета прошлого года делала это где-то в июне сейчас у нас февраль вот на календаре 9 февраля чтобы люди не сомневались на улице вот снег то есть прошел но почти где-то восемь месяцев где-то может быть даже больше вот вот как они держатся все нормально вода прозрачная это баклажановый салат правда баночки вспотели с балкона а это вот я вчера открыла маринованный кизилл единственное что скажу вот этот вот второй вариант который я делала сомбало и уксусной эссенции первую делала с винным уксусом сразу скажу что винный уксус он найти как меняет достаточно вкус но это на любителя те кто сомневается лучше конечно не рисковать и делать либо на эссенции либо на обычном уксусе 9 процентном то есть там получается вкус нейтральный а с яблочным и свинным уксусом любой то есть любой закатанная банка то есть она меняет вкус сильно вот но здесь получается очень вкусно сейчас вот эти вот я еще не открывала сейчас буду открывать выложу в тарелку и покажу вам как они выглядят одну такую мы уже съели это 2 такой тоже одну маленькую мы съели покажу сначала кизилл потому что он у меня уже открыт вот баночка прозрачная вода вот все ягоды целые получается на вкус знаете как свежий кизилл только немножко солененький такой очень вкусно попробуйте особенно вот просто с эссенцией или просто с уксусом вот эта трава ну реально такой кисленький с мясом очень хорошо мне очень нравится вот эти открыть буду открывать на камеру чтобы не было сомнений зафиксировалась конечно хорошо число приправа очень вкусно пахнет вот так вот он выглядит уже в маринованном виде советую всем попробовать у некоторых есть сомнения насчет стерилизации вот тот вариант который я стерилизовала как бы в полотенце если есть сомнения можно обычным способом стерилизовать в воде как бы как обычные баночки стерилизуем можно так стерилизовать не обязательно вот как моего не то есть если у вас есть сомнения нужно сейчас будем открывать вот это вот ну вот этот вот конечно 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 если бы я сомневалась чем-то я конечно не выкладывала ничего все рецепты проверенные посмотрите сейчас февраль он а он сделан в начале июня то есть все все держится все в нормально вот так вот сверху зелень уберу видно лук многие спрашивают как получается лук вот у нас вот у нас нашему папе нравится очень лук и огурцы здесь лук получается знаете как как будто свежий лук просто вы его обычно вот как на стол подаете маринуете уксусом или лимоном то есть горечи нет а на вкус как но обычно свежий лук вот помидорки черри 2 мы уже конечно съели сейчас вот чтобы время не тянуть я выложу и покажу или вот так вот слила воду сейчас посмотрите просто но аромат особенно вот от этого салата просто насчет того как хрустят огурцы и многие боятся что они там в салате сварились не сварились вот 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 не знаю наверно вам слышно огурцы получается не как вот обычные соленые и маринованные огурцы у них какой-то такой очень приятный аромат немножко от помидоров немножко от лука то есть и лук посмотрите тоже это лук это лук тоже абсолютно хрустящий вот так вот пока что три открыла но много конечно мы уже съели вспомнила решила что вот буду ну открою выложу чтобы было понятно насчет тех банок которых у людей какие-то сомнения вот насчет этого салата стерилизации можете делать обычную стерилизацию если вы сделали в полотенце после того как прошло некоторое время там что-то произошло допустим там воздух проник как-то или как-то у вас не зафиксировалась крышка просто достаньте и прокипятите один раз и заново закатайте ничего с ним не произойдет то есть он все равно будет ароматный пускай можете подавать его как и салат и как холодное блюдо то есть по всякому сейчас вот я отварю картошечку к ним хорошо вот будет с картошкой салаты вот эти вот и может быть еще что-нибудь к нему может быть курочку отварю вот так что посмотрите сейчас ближе еще покажу вот так вот маринованный кизилл ничего не испортилось все очень вкусно особенно с эссенцией вот этот вот наш салат то есть ничем не отличается от свежего салата все хрустит все вкусно вот этот вот наш салат из баклажан и моркови позже еще что-нибудь открою и добавлю к этим видео сегодня хочу рассказать про кизилловое варенье многие мне вот говорили что у меня там как-то жидко я варю варенье посмотрите она даже не успела опуститься до конца стакана такая баночка стакан уже застыла то есть мне кажется я даже надо было еще раньше выключить плиту вот как она застывает она желирует очень сильно покажу вам как она выглядит выглядит такой как сверху джем вон какое оно густое вот так вот они выглядят баночки так следующая баночка у нас это помидоры салат из помидоров и лука в собственном соку сейчас открою мы лесом панина лесом панина как то мы лесом панина мы составаем так так почему показываю этот салат потому что были вопросы что я якобы переварила помидоры это уже не салат а как бы соус как томатные для яичницы подходит больше но на самом деле кусочки как я нарезала сейчас еще ближе вам покажу вот такие кусочки я нарезала они такие же остались ничего не развалилась все в целости и сохранности этот сок можно макать хлебушек на самом деле очень вкусно реально рауль потому что там нет уксуса что ну наунданни скоро в баночку мы уксус не добавляли мы отдельно мариновали лук а вот в баночку укса не добавляли поэтому покажу вам ближе пожалуйста кусочки какие показать вот все целые кусочки ни один не развалился мне писали что там вот в конце когда я закрываю крышку казалось всем что как бы все помидоры разварились вот они целые все кусочки как я нарезала все так и осталось единственное что здесь очень вкусный вот этот сок реально вкусный сок попробуйте не пожалеете вот так вот все в целости и сохранности попробуем лук вкус лука просто обалденный сладкий он и хрустящий но вот сок конечно я макнула очень вкусный вот такой вот салат у нас получается итак следующая у нас баночка это огурцы с лимоном который я закатывала сейчас пока еще февраль 15 февраля сегодня постараюсь сегодня выложить эти видео все вот так вот вода вся прозрачная не помутнела сейчас посмотрим так это болгарский перец посмотрите если помните лимон сверху который я клала это его можно выбросить уже и так болгарский перец вот огурчики которые я сверху нарезала покажу вам целые которые аромат такой стоит вообще классный от лимона смотрите я делала 4 варианта с уксусами яблочной и винной с эссенцией есть я правильно помню и вот с лимоном с эссенцией вот и с лимоном мне очень нравится уксус яблочный и винный у него специфический вкус такой запаху особенно винного поэтому кто любит вот вину уксусу для тех вот я приготовила что можно такой вариант тоже делать а кто не любит сильно такие запахи и запахи и вкусы которые меняют как бы вкус и аромат тогда лучше не добавлять лучше делать просто с обычным уксусом или с эссенцией и вот с лимоном кстати с лимоном это как делают же с лимонной кислотой только вот лимон мне кажется намного лучше вот это вот кусочки лимона это не плесень ничего плавает просто кусочки лимона ну как обычно мы проверяем вот они крепкие такие за счет лимона посмотрим ломается о слышите хруст он как бы смотрите нет ни пустоты внутри ничего все просто обалденно вкусно с лимоном я наверно буду все время с лимоном делать больше он действительно вкусно вот очень ароматный получается вот так вот покажу вам как всегда ближе я вам очень советую вот с лимоном если вы не пробовали попробуйте вот в турции очень много делают с лимоном вообще там соленьем маринады очень много добавляют уксуса и вот если не уксус так лимону много очень должно быть попробуйте я советую всем не пожалеете если кто меня знает если я сказала вкусно значит это вкусно особенно моим подругам так но это нереально вкусно обалденно вкус просто мы вроде все с баночками я закончила если будет что-то еще добавлю надеюсь вам все понравилось готовьте вместе со мной если хотите чтобы я что-то такое приготовила из азербайджанской кухни из грузинской кухни из турецкой кухни напишите мне в комментариях я если знаю это блюдо обязательно сделаю так что у меня все всем пока 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 Продолжение следует...